всех приветствую сегодня расскажу и покажу химию масла растворителей спирты спирта ну то чем я пользуюсь при ремонте шлейных машин ну и не только вообще чем пользуюсь так ну я тут на три группы разделил начнем самой первой это у нас так сказать очистители растворители вот они меня находятся по правую сторону это вот я показывал это я купил недавно sn40 не знаю что она из себя представляет это бека химическая пока еще не испытывал ничего сказать при ней не могу позже в процессе ремонта какой-нибудь из машин я ее задействую и буду знать что к чему но вот про эту я могу сказать только положительные результаты с ней я сколько уж показывал когда старая машина реанимировал вместе с нагревом так творит чудеса 100-летний зингера начинают крутиться как молодые вот это очиститель карбюратора у меня тоже вот спрашивают что это там такое за чудо баллон вот показываю джонсенс очиститель карбюратора они есть еще там какие-то но не надо экономить а те подешевле там ненамного брать так вот эту вот желтом она еще серой упаковки есть вот тут знак юлисей хорошая штука хорошая это я ничего не скажу растворяет вот эти все отложения лак в которой масло с годами превращается смолу это все растворяет на ура ну и что еще ну естественно керосин керосин это основа всех основ по идее это вот это все керосин только только с присадками там не знали у воды 40 до сих пор в секрете держится не знаю китайцы давно рассекретили уже выпускает всякую так это что керосин я сказал да еще растворитель у меня есть ну я его не применяю это мне давно-давно канистру подарили там у нас башенные краны красили но не только башенные там какие-то краны вот они мне 10 литров но у меня там еще осталось гаражи но она очень вонючая я ее в помещении не применяю она у меня просто стоит я не знаю зачем надо в гараж отнести так цель с этой группой химических веществ ядовитых и не очень мы закончили далее масла какие применяю ну вот и 20 тоже со швейного производства беру у меня много этих бутылей так вот заряжаю эту масленку я не знаю ну и 20 наверное что там еще могут применять самое дорогое и на века изобретено полвека назад или больше до сих пор используется хорошее масло что еще нужно не надо там изобретать велосипед какой-то также у меня вот есть масло это с лодочного мотора для редукторов но и этом остатки она по более вязкая в редукторы копаю иногда в чайковский в открытой редуктор я не знаю там она будет ну лучше держаться на зубях это вообще она водоотталкивающая на для других там с другими присадками она для редуктора лодочного мотора ну не знаю зачем я держу здесь но держу так какие еще масла вот у меня есть обычной силиконовой шестеренки нарисована это вон в пластиковые шестеренки капать для пластика ну конечно не хватает мне еще технического вазелина либо циатима двести двадцать первого с буквой f но я его пока не встречал он для шестерен очень хороший для пластиковых да я про пластик говорю пара пластик пластик пара пластик металла двадцать двести двадцать первый циатим хороший так далее далее переходим на пластические смазки их тут у меня а ну еще изопропил сюда живот это в первую группу я забыл изопропил применяю для чего я применяю до очищаю от грязи поверхности но это типографе с типографского производства тоже я беру там изопропил применяют для разводят типографскую краску и им пользоваться вот на современных китайских машинах я как-то джаном пытался освежить провел и у меня красная краска красная краска осталась на тряпочке а старых машинах вот этого нет там стойкая краска но тут уже китайцы щупальца свои запустили непонятно там они чего делают с акварели может не знаю но надо с осторожностью применять я вообще стараюсь ее не применять для очистки поверхности швейных машин это лучше справляется раствор тепленькой водички с мылом ну или там с моющим с каким-нибудь сфере с той же протер там идеально вас спирте так держу часто прибеждается и буду говорить куда ну куда-то применяю стоит у меня так ну и третья группа вот этих всех всей вот этой химии это пластические пластичные смазки консистентная так сказать вот вчера буквально купил тюбик но это я в болгарку купил в редуктор но применяется он так 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 для обслуживания зубчатых редукторов в том числе планетарных и гипоидных передач а также механизм работающих при среде короче в редуктора закрытое в открытое лучше другое применять у меня нету я не буду говорить что потому что у меня нет есть там для открытых редукторов я про пластик говорю пластиковые редукторы этим лучше не мазать это для пар металл металл вот с этим 201 тоже старая древняя смазка 50 или 60 какие придумали церквей центральный институт авиационного топлива и масел большие банки не есть всякие ну затем так что еще обычная вот это вот литол 24 такой синий все видели его тоже какие шестеренки мазать пойдет это у меня знаю что это ликви моли и п короче какой-то смолик дэнам тоже какая-то шарус овская не знаю и вот это вот я развел с трансмиссион к я пока я показывал вот вот это вот масло смазка вот эта пластичная я ее просто развел в пропорциях 30 процентов трансмиссионки 70 вот это вот получилось хорошая такая она как кашица смазывать вот допустим редуктор ручного привода ну там в меру конечно так чуть-чуть прошелся по кругу отлично ну вот и все вроде бы вот этого арсенала мне хватает на все случаи жизни все на этом коротенькое такое видео все комментируйте ставьте лайки или дизлайки на дизлайки и любителям дизлайков я могу сказать что из 10 ноября они не отображаются так что можете кисть не напрягать всем пока до свидания